МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Август. Жаркая пора как для школьников, так и для их родителей. Ведь совсем скоро начнется новый учебный год. Подумать нужно о многом о канцелярских принадлежностях, учебниках и тетрадях и, конечно, о школьной форме. Чтобы сэкономить время и не ходить по разным магазинам, здесь можно купить все в одном месте. Чем мы сейчас с тобой и займемся. При выборе одежды учитываем качество ткани, цвет и фасон. Кроме этого, форма должна быть удобной и нравится самому школьнику. В этом магазине учли все нюансы, в том числе и особенности детской фигуры. Ведь иногда она бывает нестандартной. Создать индивидуальный комплект сможет каждый. Тимофей, смотри, какую жилетку я тебе нашла. Хорошо. Давай возьмем не только жилетку, но и пиджак. Мне нравится вот этот. Ну, хорошо. Тогда пойдем мерить. Брюки, жилет и рубашка – пожалуй, самый оптимальный вариант одежды для мальчиков на каждый день. А когда на улице станет прохладнее, классическую жилетку можно поменять на стильный пиджак. К строгим костюмам подберите яркие рубашки. Их лучше приобрести несколько. Это позволит школьнику каждый день выглядеть по-новому. Дополнит образ, галстук или бабочка в тон костюма. Юным модницам также будет, что примерить и купить. Оригинальные платья, сарафаны, удлиненные жакеты и юбки. В основном родители покупают школьницам сарафаны. Они не только практичны, но и удобны. Добавьте к сарафану цветную блузу или водолазку. И праздничный наряд к первому сентября готов. Благодаря разнообразному ассортименту вы можете скомбинировать образ на ваш цвет и вкус. Кстати, вся одежда и для мальчиков, и для девочек сертифицирована. Ее шьют только из натуральных тканей, в основе которых хлопок, шерсть и вискоза. Основные поставки осуществляют из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В магазине помимо школьной формы можете приобрести и трикотаж, как ребенку, так и взрослому. Различные пижамы, халаты и футболки, нижнее белье и чулочно-носочные изделия. Таким образом вы экономите время, покупая необходимую для школы и повседневной жизни одежду в одном месте. Приближается 1 сентября. И пора позаботиться о том, чтобы наши первоклассники выглядели очень нарядно. Поэтому сегодня я расскажу вам, как сделать нарядный и пушистый бантик. Для этого нам понадобится вот такая двухметровая лента. Я взяла яркую, красочную с золотистой окантовкой по краю. Понадобится нам иголка с толстой ниткой, а также небольшая резиночка. Приступаем к изготовлению бантика. Делается такой бантик очень просто. Берем ленту и нанизываем ее на нитку. Стежки делаем широкие, примерно по 2 сантиметра. Делаем последние стежки и затягиваем бантик. Все, теперь осталось всего немножко расправить, подтянуть нитку и завязать ее. Отрезаем лишнюю нитку и завязываем наш бантик. После чего привязываем его к резиночке. Резиночку можно взять поменьше, понезаметней. В итоге такой бантик нам обошелся в 50 рублей. Это цена за 2 метра ленты. И буквально в 5 минут нашего времени. Хорошего вам 1 сентября. И пусть наши советы делают вашу жизнь немного проще. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин